13 лет тому назад мечеть была построена на территории одного из граждан. Подробности, как и при каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Однако, остается фактом, что этим гражданином мечеть была разрушена прямо в пятничный день. Перед началом ролика, друзья, я попрошу вас поставить лайк на это видео и в конце оставить хотя бы какой-нибудь комментарий. Это поможет для продвижения видео. «Священные Кораны находятся под этими камнями, а человек себе спокойно спит у себя дома. Клянусь Аллахом, я не делаю халялем». Имам был в гневе из-за того, что его даже не предупредили, когда совершали подобное. «Я говорю точно. Я от вас спрошу того же самого. Не делайте халялем». Эта мечеть находилась в одном из районов Стамбула, Эстин-Юрте. Однако, владелец земли пришел на эту территорию с бульдозерами и разрушил мечеть. Мусульмане, которые радуются постройке новых мечетей, а другого же человека это беспокоит. И он обеспокоил весь джамаат, нанес вред и духовно, и финансово. Однако, джамаат, несмотря на происходящее, все же совершили пятничный намаз. Имам был очень разгневан на владельца земли. «Иншаллах, мы с ним познакомимся. Обязательно познакомимся. Именно здесь. У нас есть право. И я не делаю халялем это право. Вплоть до Судного дня». По многочисленным просьбам по воле Аллаха мы продолжаем сборную мечеть, мадресе, 30 колодцев и 1000 коранов мечети пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Для того, чтобы принять участие во всем этом, вам не обязательно скидывать много денег. Даже один рубль, внесенный вами в это дело, делится, уходит на все это. У каждого на карте есть остатки денег. Отправив эти остатки на сбор, вы обеспечиваете себе огромную награду от наищедрейшего Аллаха, при этом ничего не теряя. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тот, кто имеет возможность уберечь себя от огня ада, даже половиной финика, пусть делает это», — передал Аль-Бухари. Все отчеты на страницах, указанных ниже в описании, Golden Muslim. Субтитры создавал DimaTorzok